День города И снова Новый год. На этот раз отмечаем праздник по китайскому календарю. Оттепель обернулась катастрофой для старого жилого фонда. В ряде домов начали течь крыши. Жители в панике. Многие не могут отойти от тазиков. Ведь наполняются они в течение часа. На улице Черновицкой дом залилось с пятого по первый этаж. С жильцами пообщалась Мария Рудая. Жители дома 38, корпус 3 по улице Черновицкой такого не припомнят. Тонкие струйки с крыши стекают с этажа на этаж прямо к электрощитку. Тазы в подъезде и квартирах стали главными атрибутами. А у Елены Белкиной, которая живет на пятом этаже, вся кухня заставлена детскими ваннами. Но и они не спасают от потопа. 40 минут наполняется ванной. Я не успеваю вытаскивать. А ночью не сплю. Вытаскиваю ванной, выгребаю, чтобы не залить соседей. Старания Елены помогают, но не сильно. Дом залило до первого этажа. Нина Кузькина живет на втором уже 40 лет и признается, такое у них впервые. Все началось еще до Нового года. Тогда первая оттепель стала настоящей бедой. Уже тогда стало понятно. Весной будут большие проблемы. Но погода внесла свои коррективы и теперь в доме в буквальном смысле льет, как из ведра. На кухне весь палац мокрый. Чашки все подставила. Стены все мокрые, все шторки. Все течет. И сказали до июня. Будем латать до июня. Обращались в ЖКХ. И в префектуру мы обращались. Чем выше, тем страшнее картина. У Валентины Варламовой вода не только на кухне. И у меня на другой стороне уже залито в зале весь угол. Пройдите, пожалуйста, и посмотрите. И, пожалуйста, я вам покажу. Вы видите, что? И прямо около розетки. И около розетки. У Марии Волковой картина омтажа. Намокли стены, потолок, ковер хоть выжимаем. Пенсионерка признается, она боится самого страшного. Боизн, конечно. А тем более я одна. Мне вот вся обута одета. И если уж тогда бежать, куда-то убегать буду. Вот платок вот. И сюда взяла харчишки. Взяла варюш и эти перчаточки. Обращение жителей в управляющую компанию «Премьер Комфорт Плюс» и префектуру результатов не дали. Мы решили связаться с главным инженером управляющей компании и узнать, почему их служба бездействует. К нам люди обратились с улицы Черновицкой, дом 38, корпус 3. У них с пятого по первый этаж течет крыша. Причем течет так, что там проводка практически вся залита. Почему никаких действий вы не предпринимаете? Там мягкая рулонная кровля в данном доме. Что это значит? Может быть, снег можно как-то скинуть? Нельзя. Почему? Мы повредим всю кровлю полностью. Будет еще хуже. Ну а что людям делать? Ну в настоящее время ничего. Весной только снег сойдет. Будем проводить ремонтные плановые работы. Можно назвать разные причины. Некоторые из них будут даже логичными и правильными. Но вот что делать людям, главным занятием которых стала смена тазов и просмотр щитка и проводки, чтобы не коротнуло. Возможно, городские власти все же обратят внимание на данную проблему. Ведь дом на улице Черновицкой далеко не единственный в городе, где повышение температуры становится причиной такого бедствия. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Похожая ситуация у жителей дома номер 35, корпус 1, на улице Гоголя. Их заливает каждый раз во время оттепели еще с 2011 года. Управляющая компания только обещает решить вопрос. Но проблема осталась до сих пор. Подробности далее. 16 тазиков и баночек. Именно столько понадобилось семье Дулеповых, чтобы предотвратить потоп в собственной квартире. С потолка начало капать утром в понедельник. Первые ручьи потекли в половине шестого. Активнее всего лило около окна. Однако постепенно поток воды начал двигаться вглубь комнаты. Сильно мы не успевали с дочерью отчерпывать. Уж мы не трогаем эти емкости, чтобы не сдвинуть, где капает. Просто отчерпываем их и выносим. Сливаем. Вот. Подставили все, что можно. Если бы еще где-нибудь потекло, в ванну хоть тащить. Хоть в ванну. Потому что емкости уже больше нет. В ход пошли тряпки и клеенки. Ведь главное не затопить соседей. На карниз Ирина Дулепова повесила узкие тряпочки. По ним вода стекает прямо в тазик. Впервые протечки в квартире начались еще в 2011 году. Старые потеки до сих пор видны на потолке. Его не стали ремонтировать именно из-за воды. Ведь капает ровно в тех же местах. Было обращение. И вот опять обращение 19-го года. И вот 12-й год был. Вот все это мы обращаемся постоянно к ним. И постоянно они заверяют, что мы летом приходили. Мы все сделали. Только что-то у нас все время дома постоянно кто-то находится. И на крышу никто не выходил. Тогда вода добралась до люстры. Произошло короткое замыкание. Протечки начинаются во время оттепели. По версии жильцов дома номер 35, корпус 1 на улице Гоголя. Они происходят из-за того, что налить на крышу задерживает воду. И та начинает искать другой выход. Во второй комнате течет по стене. Там шкаф у нас раньше стоял. Там вообще за шкафом плесень была. Мы сейчас шкафа все оттуда убрали. То есть она как бы проветривается. Плесень уже не появляется. Но все равно надо протекать. Заявку управляющая компания «Уют-ресурс» приняла еще в понедельник. Однако никаких действий предпринято не было. По словам жителей, главного инженера не бывает на месте. Тем не менее, диспетчер нас соединил. Однако даже на простой вопрос ответ получить не удалось. Здравствуйте, меня зовут Галина. Я журналистерей компании «Город». А вас как зовут? Ваши. При осмотре дома видно, что проблема не единична. Подобные подтеки с пятого по первый этаж есть как в соседних подъездах, так и на нескольких соседних домах. Жильцы не выдерживают. Сами вылазят на крышу без страховки. С обычным кухонным топориком. Чтобы самостоятельно сбить лед и прекратить протечки. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Чистили крышу, зацепили украшения. На улице Почтовой рухнула светящаяся надпись «Рязань». На нее сверху упал кусок льда. На месте побывал Валерий Седов. Ледяная глыба в несколько раз больше этой смогла уронить Рязань на землю. Конечно же, речь идет о надписи, которая украшала площадь Почтовую. Очевидцы сообщают, что собственник здания решил очистить крышу от сосулек. Благо и погода позволяла. Отломившийся кусок избил надпись «Рязань». Неизвестно, повреждены ли все шесть букв. К работам оперативно приступила дирекция по благоустройству города. Элементы сейчас сняты, будут отремонтированы. В ближайшее время будут восстановлены и повешены. Повреждения несерьезные будут восстановлены своими силами. Остатки ледяных глыб убирают с ротуара городские службы. Когда слово «Рязань» вновь осияет на площади, неизвестно. Из-за потепления местами по Рязани стали падать ледяные глыбы. Так, одна приземлилась на лобовое стекло припаркованного автомобиля, что примечательно стояло на платной парковке. Сход на леди с крыши можно заметить практически в каждом районе. Службы города еще раз напоминают, что следует осторожнее передвигаться вдоль зданий. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». По подозрению в махинациях с жильем для детей-сирот задержана бывшая начальница одного из управлений администрации Кораблинского района. Женщина обвиняла в совершении четырех коррупционных преступлений. Среди них покушение на получение взятки в крупном размере и получение взяток в значительном и крупном размерах. Преступления совершены в 2018 году при заключении муниципальных контрактов по покупке квартир для детей-сирот. В ходе расследования уголовного дела следствием получены данные о том, что бывшая чиновница пытается воспрепятствовать объективному установлению обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела и в том числе воздействуют на свидетелей. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации и в самое ближайшее время в отношении нее следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. За месяц рязанские управляющие компании и ТСЖ оштрафовали на 258 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт регионального правительства. Проверяющие рассмотрели 145 обращений рязанцев и выявили 69 нарушений. Было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Организациям выдали предписание за недочеты. Необходимости проверять счетчики больше не будет, пока это касается только электричества. Изменения прописаны в новом законе об интеллектуальном учете электроэнергии. Вскоре нововведения затронут воду, газ и тепло. Согласно изменениям, следить за корректностью показаний приборов будут поставщики ресурса. От собственников и арендаторов жилья потребуется лишь обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам, специалистам, ресурсоснабжающей или управляющей компании. Эту работу планируется провести в 2019 году. 21 пожар за неделю – это статистика по Рязанской области. Огонь уничтожил 11 зданий и 2 автомобиля. Не обошлось без пострадавших. О ситуации в целом и новом пожаре, который унес жизнь человека, расскажет Валерий Седов. Большое зарево. Так очевидцы описывают пожар, который произошел в поселке Борки 5 февраля. Сгорел жилой дом. Огнем уничтожена площадь 50 квадратных метров. В 5 февраля в 11.26 минут поступило сообщение о пожаре в поселке Борки в городе Рязани. Сунула кирпичная, кровля шиферная. Огнем уничтожен дом. Имеется пострадавший. На пожаре погиб мужчина 1968 года. В пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 человек. Личная состава Государственной противопожарной службы. Огонь заметили все соседи. Ночью они вышли на улицу. Смотрю, говорю, что это такое зарево. Я думала, вот у нас помойка, а она без конца, ее поджигали. Ой, это был без 15 часов. Как посмотрел, там такое было пламя. Что все сухое. Пламя едва не перекинулось на соседние дома. Местные жители не спали всю ночь. Мы все очень перепугались. Пламя было очень сильное. Сильные думали, что перекинется на наш дом. Вызвали пожарных. Не спали практически всю ночь. Смотрели, как дальше все это происходит. Соседа зовут Александр. Именно он и позвонил в МЧС. От пожара мужчина тоже пострадал. Огнем у него повредила фасад. Благо, говорит, ветер дул в другую сторону. Иначе пламя могло бы перекинуться. О погибшем мужчине все соседи отзываются положительно. Говорят, жил один, работал. О причинах пожара версии не выдвигают. К сожалению, это не первая жертва, которую унесло с собой пламя. 30 января на пожаре в Шилове погибла 67-летняя хозяйка квартиры. На следующий день в Мурмино сгорел жилой дом. Погиб мужчина. 1 февраля пожар в многоэтажке. Также погибший мужчина. Это статистика недели прошлой. Касаемо только погибших. Эвакуированных, конечно же, больше. В региональном МЧС предупредили, что причины пожара могут быть самыми разными. Уважаемые рязанцы, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Неукоснительно соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свое имущество и жизнь от огня. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Установить светофор на перекрестке улицы Крупской и Народного бульвара предложил житель Рязани. В администрации города отметили, что вопрос рассмотрят уже в этом году в рамках реализации программы «Дорожное хозяйство» и развития транспортной системы города. Какие еще предложения есть у местных жителей, знает Дина Исляева. Строится храм, рядом магазины, больницы и сквер. Такого количества нерегулируемых переходов нет нигде поблизости. Знаки – единственный способ сделать перекресток безопасным для пешеходов. Перекресток очень сложный. Достаточно сложный, скажем так. Один из самых сложных в Московском районе. Все автомобили придерживаются. Если человек только ступил на дорогу, они обязательно останавливаются. Летом, ну и сейчас, конечно, стерто, а летом обязательно вот эта зебра нарисованная. То есть все порядки, как говорится, законности. Никто не спешит, не торопится. Предложение установить светофор на этом участке разместили на сайте нашдом62.рф администрации города. Эту инициативу поддержали. Как сообщили в город администрации, при существующей геометрии перекрестка, введение светофорного регулирования потребует устройство канализированного движения в зоне перекрестка для сокращения числа конфликтных точек за счет направления автомобильных и пешеходных потоков по наиболее благоприятным и безопасным траекториям. Перед строительством светофора на перекрестке необходимо выполнить работы по его реконструкции. А пока жители микрорайона собирают свои предложения. Например, живущие в 15-м и 16-м домах на улице Народный бульвар просит установить переход напротив остановки, чтобы было удобнее переходить дорогу. Есть и другие предложения. Тут бы лучше переход подземный сделать. Вроде надеешься на них. Идешь, а кто знает, сюда. Я думаю, нужно. Возможность установки светофора на пересечении улиц Крупской и Народного бульвара в город-администрации обещали рассмотреть в этом году. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Дорожный знак «Остановка запрещена» появился на остановке общественного транспорта около онкодиспансера еще летом прошлого года. Рядом с ним табличка работает эвакуатор и фото-видео фиксация. С тех пор от водителей постоянно звучат жалобы. Практически каждый день со стоянки эвакуируют десятки машин. Стоянка онкодиспансера сделана практически на славу, разве что снег не чистят. И любой может привезти сюда нуждающегося в медицинской помощи. Правда, тариф за стоянку своего автомобиля крайне высок – 5000 рублей. До 5 февраля здесь работал эвакуатор. Теперь здесь можно останавливаться на законном основании. Знака «Остановка запрещена» больше нет. А буквально пару дней назад практически ежедневно работали эвакуаторы. Вообще больных людей привозят, правильно? Просто раз встают, вот эвакуатор приехал, забрал машину. Знак «Остановка запрещена» простоял у онкодиспансера почти полгода. Установлен он был для того, чтобы парковка не создавала помех движению и не препятствовала остановке троллейбуса. С тех пор в социальных сетях постоянно стали жаловаться на работающие эвакуаторы. И 4 февраля дорожный знак демонтировали. Около онкодиспансера, во-первых, это большое медицинское учреждение. Соответственно, идет большой поток посетителей, клиентов. И в этой связи был рассмотрен вопрос о том, чтобы знак запрещающий убрать, для того, чтобы обеспечить наиболее удобный режим для жителей города Рязани. Знак появился из-за остановки троллейбуса. И тот факт, что его убрали, вовсе не означает, что остановку перенесут. Она останется на своем месте. Правда, есть в Рязани другая проблема. Это платные парковки у муниципальных учреждений. Конечно, это ненормально. Люди едут по болезням. И пенсионеры большинство тут, и на группе люди. И чтобы еще с них деньги брать, это ненормально. Я думаю, бесплатно здесь стояночку сделать очень хорошо. В данный момент я привезла маму, у нее сломана рука. Она пришла на обследование. Каким вот образом мне все сделать? Мне нужно ее раздеть, привезти. Это очень удобно. В администрации города заверили, что этим вопросом занимаются. Вот только превращать платные парковки в бесплатные рискованно. Места тут же займут обычные водители, не посетители больниц и школ. Поэтому пошли другим путем. Сейчас прорабатывается вопрос относительно того, чтобы клиент учреждения медицинского или социального, дошкольного, школьного учреждения, когда входит в платную парковочную зону непосредственно перед социальным учреждением, дальше через процедуру регистратуры, которая будет завязана тоже в одну единую информационную систему, обеспечивается освобождение автомобиля этого жителя, который пришел в социальное учреждение. Во что выльется эта инициатива, узнаем совсем скоро. А пока водителям остается все так же платить 20 рублей за час, чтобы забрать ребенка из детского сада или отвезти родителей в больницу. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На карантин закрыли 156 классов в 38 рязанских школах. Сделали это из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Кроме того, закрыли 7 групп в 5 детских садах под номерами 24, 89, 145, 147 и 154. А также 2 группы для детсадовцев в школе номер 29. Ограничения продлятся до особого распоряжения главного санитарного врача региона. Стоит отметить, что за минувшую неделю по области гриппом и ОРВИ заболели более 8 тысяч человек. Темп прироста этих заболеваний по сравнению с прошлым месяцем составил 50%, а среди детей и вовсе превысил 70%. Новый год вновь наступил 5 февраля, только уже по китайскому календарю. В Поднебесной его празднуют целых 15 дней. Символом стала земляная свинья. Это животное олицетворяет богатство, доброту, щедрость и миролюбие. Также 5 февраля отмечают праздник наступления весны Чуньцзе. Тему продолжит Мария Рудая. В 75-й школе встретили китайский Новый год. Праздник в самом разгаре. Его отмечают в целых 15 дней. Для жителей Поднебесной это главный день в году. Готовиться к нему начинают задолго до события. А само торжество празднуют дома за круглым столом, который называется стол воссоединения. Тунхумен из города Чанчунь сейчас учится в Рязани. И отметить Новый год в семье не сможет. Хотя для него это семейный праздник. Мы стираем пельмени и покушаем суп и несколько салатов. Мы это самое главное. Мы вместе с моими родителями. Для китайцев приготовление пельменей имеет глубокий смысл. Семья может не просто вкусно поужинать, но и пообщаться в процессе. Всей семьей лепят пельмени. Что тоже, наверное, с одной стороны удивительно, а с другой стороны так близко нам. И чаще всего в несколько штучек заворачивают монетки. И те счастливые, которые эти монетки находят, в течение года действительно должны получать избыток удачи и счастья. В этом году Тунхумен отметил и русский Новый год. Говорит, русские друзья угощали его салатами. Молодой человек признается, наш город ему нравится. И совсем не расстраивается, что будет встречать свой национальный праздник вдали от дома. Рязани – это очень хороший город. И люди очень хорошие. Они помогали мне очень многие. И я очень счастлив, что учился здесь. Главный цвет китайского Нового года – красный. Традиционно считается, что именно этот цвет приносит счастье и удачу. Отпугивает злых духов. А главный подарок – это красные конверты Хунбао, внутри которых лежат деньги. Жители Поднебесной уверены, благосостояние – это важнейшая вещь. Поэтому и подарок соответствующий. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте. Город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Строительная компания «Зеленый сад».